Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи» с вами Мария Рудая. Сегодня у нас в гостях Валентина Макарова, начальник отдела организации досуга городского управления культуры. Валентина Александровна, здравствуйте! Здравствуйте! Валентина Александровна, расскажите, пожалуйста, скоро у нас Первомай, скоро весна, труд май. Какие мероприятия подготовило для нас управление культуры? Что интересного ждет рязанцев и гостей города? Ну, конечно же, в эти праздничные дни, очень хочется надеяться, что они будут солнечные. Мы приглашаем наших рязанцев на наши мероприятия. Мы всегда стараемся уличные мероприятия ставить в приоритет. Особенно, когда у нас весенние дни. 30-го числа у нас состоится открытие паркового сезона в Центральном парке культуры и отдыха. Мы будем рады видеть всех в Центральном парке культуры и отдыха. 1 мая состоит традиционная демонстрация трудящихся нашего города. Мне кажется, эта демонстрация доставляет много удовольствия нашим горожанам. Потому что я всегда вот который год уже стою на трибуне и вещаю лозунги, мне это доставляет несказанное удовольствие. И я вижу, с каким удовольствием идут люди, как они радуются, что они все вместе, что они могут собраться, могут пройти и выразить солидарность свою весне, труду и маю. И поэтому на демонстрацию мы приглашаем всех, ждем. Планируется около 17 тысяч уже заявленных. Но, возможно, будет и больше. И я думаю, что эта цифра будет, конечно, значительно больше. 2-го числа у нас состоится на нашей любимой улице Почтовой маевка весенняя, на которую мы тоже приглашаем наших рязанцев. Что такое маевка? Такое название необычное. Ну, оно необычное, может быть, для молодежи, а для нашего возраста это понятно. Что такое маевка? Маевка – это когда вся семья выходит на праздник, на уличный праздник. И на этом празднике все вместе поют песни, танцуют, радуются вместе с детьми, радуются солнышку. И, конечно же, это времяпровождение семейное на открытом воздухе, оно, конечно, доставляет нашим горожанам, я думаю, всем доставляет огромное удовольствие. Ничем не сравнимое, когда после зимы все выходят на улицу. И программа нашей маевки, она предусматривает именно семейный отдых, где будет большая составляющая спортивная, о спорте, мир, где можно будет всей семьей поучаствовать в каких-то веселых стартах. Конечно, будет большая культурная программа, много анимаций будет для детей. И я думаю, что этот праздник доставит всем удовольствие. Ну, то есть это, получается, такие старые добрые традиции с какой-то инновацией в массы практически вы несете, да? Старые добрые традиции, да, совершенно верно, вы правильно совершенно высказали. Это как инновации сейчас, но вообще это старые добрые традиции. Все вместе проводить, встречать вот это сезонное время, когда нужно будет сходить и на огород, и на дачу, и получить удовольствие там. Ну, а перед этим вот подзарядиться оптимизмом. Ну, это такой некий объединяющий фактор. Вообще, это сейчас актуально очень в наши дни, такое вот объединение народа, да? Совершенно верно. И оно необходимо. Оно очень необходимо. Ну, Валентина Александровна, скажите, пожалуйста, ну вот есть в нашем городе еще такое одно уникальное событие, которое посещают не только рязанцы, но и люди специально приезжают для того, чтобы посетить встречи на Почтовой. Какими они будут в этом году? Может быть, уже есть какой-то план мероприятий? Вы знаете, сейчас еще в стадии разработки идет этот проект, но уже есть первые такие ласточки, которые нам очень приятны. Вы знаете, очень многие, очень приятно, когда горожане проявляют инициативу. И когда инициатива идет снизу, и мы ее подхватываем, это всегда удачно проходит, потому что это не получается навязанно. Это получается, что к нам приходят люди, которым неравнодушны, люди, которым что-то нужно в этой жизни. И тогда это получается здорово. Я знаю, что запланирован День фотографа. У нас огромное количество замечательных фотографов. И вот если они объединятся на улице Почтовой, это будет замечательно. Доставит всем удовольствие, не только фотографам, но и людям, которые увидят себя на этих многочисленных фотографиях. Ну, открытие, одним из первых мероприятий, одним из первых встреч на Почтовой будет у нас день рождения группы «Парнас». Они проявили эту инициативу, мы с удовольствием ее поддержали. И я думаю, что все любители и почитатели этой группы могут прийти, порадоваться, поздравить их, показать себя. И я думаю, что это тоже получится интересно. Конечно же, вот эта динамика, такой интенсив, когда каждую пятницу мы должны что-то показать нашим рязанцам, и каждую пятницу нужно что-то придумать, что-то новое. Это всегда непросто. И поэтому мы стараемся идти, знаете, чем дальше мы идем по развитию этого проекта, тем сложнее нам. Почему? Потому что не нужно повторяться, нужно искать что-то новое. Вот, наверное, пока еще, пока еще, вы говорите, планами утвердили, пока, наверное, у рязанцев есть возможность поучаствовать и предложить какую-то свою идею, да? И мы очень рады. Мы очень рады. Есть еще одна организация, Лики Прошлого, которая обратилась к нам тоже со своими предложениями. И один, несколько предложений. И одно из предложений – это организовать такую всю почтовую, превратить в большую киностудию, где все зрители будут артистами, режиссерами, операторами. И по мотивам этого праздника будет создан какой-то фильм, где рязанцы увидят себя в этом фильме. Но я думаю, что это тоже интересно будет. И, конечно же, если у кого-то есть какие-то проекты, которые прям вот рвутся наружу и будут интересны, я думаю, что мы с удовольствием будем принимать такие предложения. Скажите, пожалуйста, ну вот у человека возникла идея. Или от кого принимаются вот эти проекты? Это организации общественные какие-то, может быть, течения, объединения? Или просто любой рязанец? Это может быть любой рязанец. Это может быть любая организация, ради бога. Любое предложение мы рассматриваем. Но, конечно, не факт, что мы любое принимаем, мы рассматриваем все-таки, потому что у нас вообще на улице Почтово у нас работает не только управление культуры, у нас работает наше учреждение культуры, арт-центр. Как бы это их территория, где они проявляют себя, мы поддерживаем все это. Но я хочу сказать, что на улице Почтово работают давно уже не только одно это учреждение. Все учреждения города, культурно-досуговые учреждения, учреждения спорта, учреждения образования, все находят место себе на Почтовой. И, конечно, не только организованные какие-то группы, но и любители. У нас появляются там какие-то экспериментальные музыкальные группы, художники заявляют о себе. Это поэты. Поэты. Поэты, да. У нас там работает свободный микрофон, где живая строка, объединение, где каждый, в общем-то, может прийти и почитать свои стихи. Но и рязанские музыканты, наверное, тоже находят приют на сцене, да? Приют и на сцене, и на разных площадках. У нас раньше были ансамбль, группа летучих барабанщиков, которые за это время несколько раз трансформировались. То это группа сиеста, то это еще что-то. И, ну, это замечательный, естественный процесс. Естественный процесс. Конечно, наша задача – это создать какие-то условия, где всем было бы комфортно. Творчески реализоваться как-то, да? Творчески реализоваться, да. У нас огромное количество, если мы раньше, ну, как бы прям настоятельно просили наших мастеров декоративно-прикладного искусства к нам приходить, то сейчас они уже сами нас атакуют и с удовольствием приходят и показывают такие удивительные вещи, которые вот каждый раз, это все интереснее и интереснее. И действительно просто преклоняешься перед этими людьми, которым что-то нужно, которым нужен не только вот там кусок хлеба, но еще и что-то для души, какой-то выход к людям. Это замечательно. Валентина Александровна, наверное, прошлый год стал особенно показательным по количеству каких-то совершенно невероятных интересных мероприятий, по количеству тех мероприятий, которые придумали сами рязанцы. Вот из прошлого года что-то вы будете брать на заметку? Мне бы хотелось в прошлом году отметить открытие туристического сезона. Вы знаете, мы его замысливали как туристический какой-то такой сбор, где будет гитара, будут палатки, но получилось все гораздо шире. В этом мероприятии приняли участие все наши муниципальные районы, у которых есть что показать, которые развивают свой туризм, событийный туризм. И это было так здорово, когда к нам приехали из Шилова, из Касимова, с Рыбного. Мы приготовили такие интересные программы, которые были и полезны. Мы, люди, которые приходили на нашу улицу почтовую, они узнавали много нового, не только о Рязани, но и о нашей Рязанской области. И это было интересно, и я думаю, что в этом плане мы обязательно повторимся, потому что повториться тут даже невозможно, потому что это идет такой постоянно развивающийся процесс. Почтовая действительно стала неким культурным центром города. На 1 мая, на майские праздники, может быть, на 9-е, что запланировано именно на этой площадке? На 9 мая тоже мы не можем почтовую оставить без внимания. Но вот на сегодня уже совершенно точно известно, что проект, он такой межрегиональный проект «Триорита», который у нас реализовывался на базе филармонии. Мы пригласили их на улицу почтовую, они приняли это предложение наше, и этот проект найдет свое продолжение на улице почтовой. Я думаю, что на улице почтовой найдут свой приют 9 мая и наша школа искусств, которая готовит огромное. Сейчас идет процесс отчетных концертов в школах искусств, и, конечно же, тема Великой Отечественной войны, тема победы, она всегда находит отражение в концертных программах школ искусств. Дети искренне воспринимают эту тему, и я думаю, что мы обязательно пригласим их. Мы пригласим любительские хоровые коллективы. Это будет разнообразная программа. Мы впервые в этом году, 9 мая, будем праздновать на улице, на площади Ленина. И, конечно же, мы столкнемся с рядом сложностей, таких объективных, потому что это новая площадка. Мы ее опробовали на Масленицу. Мы частично ее задействовали. Есть опыт работы на этой площадке. Задействуем ее 9 мая, когда снимается оцепление после парада. Такое очень любимое нами народное гуляние «Здравствуй, мир!» на площади Ленина именно 9 мая. Когда снимается оцепление, все заходят на площадь, и у всех появляется возможность пообщаться с ветеранами, пообщаться друг с другом, попеть эти песни, которые мы поем дома у себя. И, конечно, цементирующая площадка – это «Вальс Победы», где губернский бал организует танцы, массовый танцевальный круг. В этом году мы готовим сюрприз. Я не буду его раскрывать. Валентина Александровна, вы прямо так интригу хотите сохранить про сюрприз. Может быть, вы хотя бы намекнете нам? Ну, там сюрпризов будет много. Впервые на площади Ленина состоится квест «Город героев», посвященный нашим... Мы же знаем, что именно Рязанская область дала нашей стране во время Великой Отечественной войны самое большое количество героев. Это порядка 300 человек. Это самое большое количество. И это уже как бы зафиксировано. И нам очень хочется рассказать нашим рязанцам, ну, хотя бы о некоторых из них. Мы в концертных программах говорили в свое время, говорили о героях Советского Союза, в честь которых названы улицы нашего города. В этом году мы хотим немножечко расширить и хотели бы рассказать о рязанцах, представителях всех родов войск, которые стали героями Советского Союза. И вот этот квест, в котором может принять участие, ну, конечно, будут и готовые команды, но нам бы хотелось, чтобы через этот квест, через эту игровую площадку, через эти точки прошло как можно больше рязанцев, которые в ходе вот этих игр, каких-то там интерактива какого-то, узнали бы чуть больше о каждом герое Советского Союза, и это было бы замечательно. Вот это наше основное событие. Мы очень так возлагаем на него надежды серьезные. Наверное, это самое знаковое мероприятие из всех. Это вот проект, акция, как угодно можно назвать, «Бессмертный полк», в котором принимает участие все больше и больше рязанцев, не только рязанцев, вообще россиян. «Бессмертный полк», он идет вслед за парадом военным, по Первомайской проспекту, он вливается, затем это огромное количество людей, они приходят в Кремлевский сквер, где тоже для них будет подготовлено народное гуляние, где будут и летний кинотеатр, и реконструкция историческая. 9 мая – это особый праздник, к которому мы долго готовимся, и каждый раз хочется внести что-то новое. Валентина Александровна, спасибо вам большое за то, что пришли к нам, ответили на вопросы, рассказали о таких чудесных мероприятиях, которые ждут Рязань в ближайшие буквально несколько недель. Спасибо вам за то, что пригласили, спасибо за внимание к этой проблеме организации досуга, нам это очень приятно, спасибо. До свидания. До свидания. На этом наша программа подошла к концу, я с вами прощаюсь, до встречи на телеканале «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова